Дорогой друг Вера в чудо приходит от осознания Святого Духа как Всемогущего Бога. И вы знаете, бывает нам в жизни тяжело что-то видеть, тяжело во что-то верить. И причина заключается в том, что мы не осознаем с кем имеем дело, что на самом деле тот, о котором мы говорим, сотворил небо и землю. Он Всемогущий Бог. У него нет такой проблемы, что что-то сделать тяжело. Вот есть чудо для него легкое, а есть чудо для него сложное. Он может творить такие чудеса, друзья, которые не подлежат даже свидетельству. Потому что рассказать о таком чуде ты не сможешь. Настолько эти чудеса могут быть нереальными. Потому что это Бог, это Всемогущий Святой Дух. И осознание Его, как Всемогущего, открывает тебе дверь для веры. Потому что тогда ты начинаешь понимать, что в самом деле я могу в жизни иметь то, что я хочу. В самом деле Он может сотворить это. Он силен сотворить это. И вот это осознание Святого Духа, как Всемогущего, оно как будто бы дает тебе энергию. Оно дает тебе внутреннюю подпитку. Оно дает тебе, знаешь, можно сказать так, фундамент внутренний. Ты понимаешь, что Святой Дух, с которым ты имеешь дело, он не ограничен ничем. Его нельзя ограничить твоими обстоятельствами. Или какой-то твоей ситуацией, которая сложилась в твоей жизни. Он Всемогущий. Он может сделать все. И Он очень хочет проявляться в твоей жизни. Дух Святой настолько любит тебя, что ты для Него очень дорог. Если уже говорить более конкретно, вы должны изучить саму историю Святого Духа. Потому что не зная истории Святого Духа, кто Он, откуда Он, что Он делал вообще в истории, вы можете не знать, с кем общаетесь. Из-за этого ваше общение будет неглубоким. Оно будет поверхностным. И часто у людей оно даже недолгое. А для того, чтобы вам со Святым Духом иметь взаимоотношения глубокие, прочные и видеть чудеса, вам нужно больше узнать сначала о Нем, а потом Его самого. Для этого узнайте историю о Святом Духе. Вообще откуда Он? И мы знаем, что Святой Дух, Он находился на третьем небе. И в день Пятидесятницы Он был излит. Но в Ветхом Завете посмотрите, что делал Святой Дух. Это были невероятные вещи. Когда мы смотрим на пророка Илью, когда мы смотрим на пророка Елисея, мы просто удивляемся. Мы привыкли о Святом Духе что-то думать. Так я говорю или нет? А вдумайтесь, когда жил такой человек, как Самсон, Святой Дух сходил на Самсона. И Самсон бил филистимлян. Он просто убивал. Дух Святой давал ему силу. И ты думаешь, вау, он так интересно проявлялся тогда. А потом подумайте, Дух Святой проявлялся на пророке Елисея. Пришла целая армия пророк Елисеи. Вышел и ослепил их. Вся армия, все слепые. Вы можете себе представить, армия ассириан. Полностью все слепые. И он говорит им, идите за мной. И ведет их. И они все идут вот так за ним. Привел их в город, посадил. Глаза их открыл. Они смотрят, вот это да. Святой Дух такие вещи делал. Это просто уму непостижимо, что Он творил в то время. Но потом, подумайте об этом. Святой Дух сошел на Иисуса Христа. И творились невероятные чудеса силой Святого Духа. До того, как Дух Святой сошел на Иисуса, Иисус не сотворил ни одного чуда. Но после этого Он воскрешал мертвых. Лазарь лежал в гробу четыре дня. Я хочу, чтобы вы сегодня меня немножко послушали, потому что это очень важно. Мы говорим о четвертом измерении, так вот послушайте. Это должно изменить сегодня вообще ваши отношения с Духом Святым. Лазарь лежал четыре дня. Уже трупный яд начал выделяться. Уже все. Лазарь уже... Говорят, не открывайте камень. А Он говорит, открывайте. Силой Святого Духа Лазарь был воскрешен из мертвых. Теперь вдумайте, что там было. Лежит человек, четыре дня мертвый. Трупный яд. Написано, смердит. То есть вонь пошла конкретная, трупная. И люди стояли, закрывались платками. Лежит Лазарь. Замотанный. Все уже гниет. В один момент вдруг его сердце... Начало качать кровь. Все начало двигаться. Все эти вещи, где уже там что-то текло, с него там уже стелось. Вдруг все приходит в форму. Лазарь, вы что думаете, его размотали и давай в больницу или что? Нет. Он был как новенький. Я думаю, Лазарь после этого пришел домой, стоял возле зеркала. Говорит, вау, слава Богу, что я умер. У меня тут была какая-то бородавка мне мешала. Тут у меня там экзема какая-то была. Глянь, все новенькое вообще. Все исчезло. Все прибежали, говорят, Лазарь, так ты же посмотри, ты на 20 лет моложе. Он говорит, вот это да. Мария говорит, наверное, и мне надо туда сходить. Все спрашивали, что с Лазарем случилось, как он мог воскреснуть и вообще теперь как новенький. Это сделал Святой Дух, друзья. Люди там проказа, вообще отвержены. Иисус подходит к ним. И знаете, что Дух Святой творил эти чудеса? Дотрагиваются, все боялись дотронуться до прокаженного. А Иисус так дотрагивается. И все же сразу заражались. А тут раз прокаженный, уже чистый. Это делал Дух Святой. Это невероятно. Но что было интересным, друзья, Он творил эти чудеса, а потом Писание говорит, что Дух Святой повел Иисуса Христа на крест. Именно Дух Святой. Он повел Его на крест за твои и мои грехи. За нас. Получается, Дух Святой для нас работал еще две тысячи лет назад. Поэтому сегодня мы для Него не чужие. Да, это надо осознать. Ты знакомишься с Духом Святым, и ты думаешь, что Он с тобой тоже знакомится, да? Нет. Он, оказывается, и является твоим Творцом. Он и является тем, который за тебя сделал определенную работу. Огромную работу. Пятьсот лет назад Дух Святой трудился. Тысячу лет назад Дух Святой трудился. И теперь пришло время, когда Дух Святой в наше время Он становится твоим Другом. И вот это великое чудо. Чтобы вы знали, ради этого мы живем. Чтобы с Духом Святым встретиться на земле. И теперь, когда мы с Ним встречаемся, наше общение с Ним должно быть осознанным. Мы должны понимать, кто Он. Понимать Его историю. Почитать о Нем в Библии. Но самое главное, мы должны познать Его лично. И чтобы познать Его лично, друзья, для этого это опыт. Дорогой друг, только что мы услышали тайны о том, как работает четвертое измерение. Сейчас пришло время для практического задания. Прямо сейчас будет звучать музыка и слова, во время которых ты будешь представлять образы своей победы. Сконцентрируйся и держи образ. Пусть Дух Святой направит тебя. Бог любит тебя. Бог любит тебя. Ожидай чудо. Ожидай чудо. У тебя новое тело. У тебя новое тело. Сила наполняет тебя. Все клетки твоего тела обновляются. Для Бога нет ничего невозможно. Жизненная энергия наполняет тебя. Твой иммунитет становится крепче с каждым днем. С каждым днем. С каждым днем. С каждым днем. Ты Си- shuts Hudson. Ты Си- MCU. У тебя новое тело Бог любит тебя Ожидай чудо У тебя новое тело Сила наполняет тебя Все клетки твоего тела обновляются Для Бога нет ничего невозможно Жизненная энергия наполняет тебя Твой иммунитет становится крепче С каждым днем Твой иммунитет Твой иммунитет Твой иммунитет Твой иммунитет Ты стал Ты сильен У тебя новое дело Доброе утро, драоценные студенты Университета Четвертого измерения Утро нового дня Утро, которое принесет новые благословения Господь не повторяется Господь не делает одно и то же У Него есть черта Он творит все новое И сегодня Он творит особые благословения в твоей жизни Мы разбираем Библию вместе Каждый день мы читаем Писание И я давал вам задание прочитать Первые три главы первой книги Царства Уже в современном переводе Мы говорили о том, что в первой главе описывается Такая персона, такая личность Женщина по имени Анна Которая молилась Богу Которая страдала Которая имела проблему бесплодия Которая не могла найти выхода Не получала ответа от Бога Но оказалось, что Бог не ждал ее молитвы Бог ждал ее посвящения, ее обета Чтобы она посвятила ребенка Которого она просит у Бога Посвятила его сразу же на служение Господу И вот она отдает этого ребенка Ребенок рождается, когда она дает обет Она отдает его Илья Илья был священник Илья был священник того времени Ребенка звали Самуил И Самуил уже возрастает в храме Это просто невероятно Но по слову Илья Как первый раз Так и второй раз Она рожает еще пятерых Еще пятерых детей Потому что сегодня мы видим Благословение, которое пришло на нее Через обет посвящения Когда мы что-то посвящаем Богу Это будет благословенно Когда мы что-то посвящаем Богу Когда мы что-то теряем ради Бога Отказываемся от чего-то, посвящая Ему Значит в этом Бог сильно благословит И вот во второй главе Мы остановились на том Как Анна получила от Бога новых детей Однако мы читали также про сынов Ильи И это дети Его, которые были священниками Они отвращали народ от жертвоприношения И вот мы будем читать С 22 стиха, второй главы Ильич же был весьма стар И слышал все, как поступают сыновья Его со всеми израильтянами И что они спят с женщинами Собравшимися у входа в скине собрания И сказал он Для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа Нет, дети мои Нехороша молва, которую я слышу Вы развращаете народ Господь 25 стих Это стих, который сегодня Мы возьмем как ключевой Если согрешит человек против человека То помолятся о нем Богу Если же человек согрешит против Господа Кто? То кто будет ходатаем о нем? Кто будет ходатаем о нем? Но они не слушали голоса отца своего Ибо Господь решил уже предать их смерти Невероятно Я вижу всю жизнь Одну и ту же картину Люди, которые не слушают Бога Люди, которые отвращают людей От жертвоприношения Люди, которые Знаете, вот есть категория людей Люди, не знающие Бога Люди, верующие И третья категория Это отступники Это самые страшные отступники Это не те, которые оставили церковь Нет Это те, которые часто в церкви внутри И которые ведут войну против церкви Которые, выходя из церкви Становятся врагами церкви Это отступники, которые носят на себе Это дух изовели, контроля Они хотят контролировать людей Они хотят делать зло Но Писание говорит Если согрешит человек против человека То помолятся о нем Богу То есть и будет ответ Но если человек согрешит против Господа Кто будет ходатайом? Почему такой вопрос? Ну потому что Бог первый ходатай И Христос наш ходатай Дух Святой ходатай И Дух Святой поднимает ходатай Для того, чтобы сегодня Они ходатайствовали А Отец дал ответ Но если Дух Святой не поднимает ходатай Все, кто будет ходатайом? И говорится Есть грехи, которые против Господа Писание говорит нам Посмотрите Я открою вам Каринт Третья глава Это глава, которая говорит О строительстве церкви Апостол Павел здесь открывает эти тайны 17 стих говорит так Если кто разорит храм Божий Того покарает Бог Давайте выучим этот стих Давайте его выучим И на завтра мы уже будем его знать наизусть Если кто разорит храм Божий Того покарает Бог Вот первая половина стиха Которая должна запомниться нам всем Не сложно запомнить Однако Какая здесь глубина Кто разорит храм Божий Того покарает Не, не пастор Нет, нет, нет Не какая-то группа порядка Не какие-то люди Нет Его покарает сам Бог Потому что Писание говорит Ибо храм Божий свят Свят То есть храм Божий Он свят Что это значит? Свят отделен То есть он отделен для Бога Он Божий А этот храм вы То есть кто разрушает церковь Кто сегодня берет и людей Буквально, да Говорит им слова и убивает их Говорит им слова и убивает их Слова людей Божьих оживляют Слова людей Вот именно не Божьих Отступников Слух дьявола Это слова, которые Они говорят И от их слов приходит смерть От их слов приходит непринятие От их слов приходит Внутреннее падение От их слов человек становится преступником От их слов человек становится неверующим От их слов человек становится Тем, кто воюет против церкви они могут человека взять здорового и сделать больным. Взять того человека, который был святой, и сделать грешником. И вот я вам скажу, именно эти люди, о них говорит Библия, что их будет карать Бог. Сегодня каждый из нас, мы должны знать, что Библия, они просто так нас учат. Тому, чтобы мы были осторожны, чтобы мы знали, что грех греху розни. Все грехи плохие, аминь, да, сто процентов. Но есть грехи, о которых говорит Библия, что кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. А есть грехи, в которых Бог говорит, я выступаю против тебя, я выступаю конкретно против тебя, я выступаю против тебя, говорит. И вот тут уже страшно, потому что Писание говорит нам четко и определенно. И мы можем взять Библию, посмотрите, что написано в книге евреям. Такие слова, которые просто не стоит читать, не настроившись, да, давайте настроимся все вместе, мы разбираем Библию. И вот говорится, 26 стих 10 главы книги к евреям послания. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остаются более жертвы за грехи. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готовы пожрать противников. Если отвергшийся законам Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал, мне отпущение, я вас дам, говорит Господь, и еще Господь будет судить народ свой. 31 стих. Страшно впасть в руки Бога живого. Знаете, кто разорит храм Божий, того покарает Бог. И давайте возьмем второй стих, где говорится, страшно впасть в руки Бога живого. Давайте выучим эти стихи на завтра. Сейчас я хочу сказать тебе, если оказалось так, что ты попал под чье-то влияние, что ты стал думать чужими мыслями, у тебя было все хорошо, ты любил церковь, любил пастора, ты принимал исцеление, принимал благословение, принимал Слово. Но кто-то сказал, знаешь, Слово. Бог действует через Слово. Дьявол его копирует, он тоже действует через Слово. Слово, когда Бог действует, оно поднимает, исцеляет, оно человека делает открытым, добрым. Знаешь что? Слово дьявола делает человека закрытым, делает человека злым. И Слово дьявола, оно буквально убивает, оно приносит болезнь духовную, душевную. Сегодня мне хочется сказать вам, друзья, родные, если вы попали под чье-то влияние, я сейчас буду молиться за вас. То, что нужно сделать, отрекитесь от этих слов, которые вы слышали. Просто отрежьте это. Когда говорят там, да вот, я слышал, это правда. Не слушайте. Всегда говорили на Иисуса, всегда говорили, даже на Бога, Отца, дьявол посмел говорить через змея. И сегодня эти змеи проползают в церковь. Послушайте, мы должны отречься от их слов. Их слова не должны нас контролировать. Их слова не должны над нами владеть. Нет. Слово Бога пусть сегодня владеет твоей жизнью. Пусть Слово Бога, пусть Слово Бога контролирует твою жизнь. Оно пусть будет путеводителем для тебя. Во имя Иисуса Христа, прямо сейчас, я разрушаю всякое слово демоническое. Я разрушаю всякое слово дьявольское, которое звучало в твои уши. Прямо сейчас, во имя Иисуса. С этой информацией. Друзья, с этой информацией демон приходил. Прямо сейчас, во имя Иисуса. Повторяй за мной. Я отрекаюсь от этих слов. Я отрекаюсь от того, что я слышал. Я отрекаюсь от этой информации. Отрекаюсь во имя Иисуса Христа. Я отрекаюсь от этого демона, который стоит в этой информации. Прямо сейчас. И я принимаю Слово Божье. Я принимаю Дух Святой. Я принимаю исцеление в свой дух, в свою душу, в свое тело, в свою семью. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Скажи это твердо. Во имя Иисуса. Я отрекаюсь от демонических слов. Во имя Иисуса я принимаю только Слово Божие. Прямо сейчас я молюсь за Тебя, Дух Святой. Пусть сегодня будет разрушен демонический контроль. Прямо сейчас. Пусть разрушено будет демоническое влияние. Прямо в это мгновение. И пусть придет Твое благословение. Просвети разум, просвети. Господь, я молю Тебя. Наполни светом Твоим и благодатью Твоей. Молю Тебя, Ребенкина. Пусть свершится чудо. Спасибо Тебе. Я говорю в Твою жизнь, мой друг. Благословение. Слово Божье над Тобою. Благословение. Я высвобождаю это Слово. Прямо сейчас. Всякое зло, которое может стоять между мной и Тобой. Пусть будет разрушено во имя Иисуса. И пусть благословение царствует в Твоей жизни. Пусть сегодня здоровье, крепость в Твоем теле. В теле Твоего близкого человека. Мужа, жены. Прямо сейчас в теле детей Твоих. Родителей Твоих. Братьев, сестер. Прямо сейчас. Я молю. Дух Святой пусть это произойдет. Я говорю это Слово во имя Иисуса. Исцеление. Силой Святого Духа. Исцеление. И в это мгновение, вот сейчас. Я прямо сейчас говорю слова, которые начинают действовать с того момента, как я их произнесу. Омоложение всего тела. Омоложение клеток. Омоложение кожи. Омоложение костей. Омоложение крови. Омоложение прямо сейчас. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Прямо сейчас. Обновление. Вот Дух Святой. Омоложение. Обновление. Господь. Твой дар. Пусть действует сейчас. Во имя Иисуса. Иисус. Тач. 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 Коснись. Ту, святая, коснись. Спасибо тебе, великий Бог. Я благодарю тебя. Спасибо тебе. Друзья. Этот день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся воны. Знай, что Бог с тобой. Знай, что ты победитель. Читайте книгу. Тайны твоего разума. Прибывайте в четвертом измерении Святого Духа. Говорите слова. Целый день я вам даю задание. Целый день. На протяжении всего дня. До сна. Старайтесь постоянно. Вспоминая только об этом. Моментально рисовать образ. И этот образ запечатлевать. Образ какой? Образ себя здорового. Крепкого. Сильного. Также своего близкого человека. Прямо сейчас во имя Иисуса. Я благословляю тебя. Чтобы у тебя получилось это сделать. Чтобы ты вошел в четвертое измерение. Святого Духа. Прямо сейчас. Аллилуйя. Так что целый день, друзья, пребывайте в этом. Я благословил вас на это. И у вас все получится. Ваш разум. Я благословляю его во имя Иисуса Христа. Пребывайте во Святом Духе. Говорите на его языке. Языке образов в вашей голове. И останавливайте этот образ. Задерживайте его. Пропитайтесь эмоциями и чувствами. Того, что вы как будто уже все это имеете. Вот пропитайтесь этим. Переживайте это снова и снова. И вы увидите, что в один момент инкубационный период, он закончится. И будет материализация того, что вы видели. Я благословляю вас. Пусть у вас будет классный день. Я прошу каждого мужа. Сделайте что-то особенное для своей жены. Давайте сделаем вот что. Купите ей цветы сегодня. Купите ей цветы завтра. Купите ей цветы послезавтра. И вот, знаете, три дня подряд покупайте цветы своей жене. И также, вы знаете, что она любит? Купите ей подарочек. Пусть в вашей семье будет три дня праздника. Три дня подряд покупай подарочки. Пусть небольшие. Но сделай это, внимание ей. Сделай. Пусть будет классное время. И это небольшие задания для семьи. Однако будут еще и серьезные задания. Пока. Всем всего хорошего. Классного дня.